всем привет продолжаю делать кочегарку ну короче немножко еще осталось лючок уже сделал лючок для выхода сделал уже нормально получился 50 на 50 дел уже почти что наделал осталось тут ерунда разделка и как называется правильно вот это где труба выходит тут уже но все наметил это оставила сюда примерно так прикидывал тут от трубы отступил где-то 50 сантиметров расстояния вот так и до туда тоже до окна примерно 50 тоже и потом наметил туда как примерно по трубе сколько там к кассу 5 досок получилось дюймовок вот там дюймовки доски вот так и доска сотки и вот так пять досок и тут сколько опирил раз-две-три с половиной доски и получился такой лючок а ну тут здесь то вот этих еще не было это я сейчас сначала про пилил тут снизу пилил так неудобно все в лицо летит эти опилки в глазами все по это попадает кое-как то пропирил короче у меня есть листовой азбист и хочу вот листовым азбистом так края как бы все обложить там такой толстый где-то ну сантиметровый наверно примерно так все обложу как-то только его не знаю закреплять а ну железом потом и железом сразу полосками такими прям вот так ну закрывать будут полностью по идее как-то на пенопласт бы наверно не ложить тоже бы еще железо сделать кусок как-то не знаю река как бы сюда еще так вот его загнуть или тут добавить просто тут такие полоски небольшие так вот по краям тоже и сверху также ну чтоб как бы обогнуть так все вот этот периметр весь так азбистом и потом снизу лист железа такой большой вырезаю дырку тут это отверстие под трубу а и хочу еще как сделать два периметра получается вот так труба будет да тут по краям будет азбист железом оббито как бы получается и здесь еще второй такой периметр из железа сделаю и получится такой как бы двойной контур но это где-то видовано видео тут смотрел есть уже заводские продаются вот эти разделки она такая железная вокруг или из толстого кого-то материала там негорючего и тут из железа еще такое как контур как 2 идет и тут небольшое расстояние он здесь как ну как воздух чтобы как наподобие как экран такой отсекает тепло ну и как воздух как бы циркулирует охлаждает а тут середину уже он засыпают керамзит или что такое типа короче такую систему три сантиметра стенки трубы будут еще сейчас я скажу пенопласт типа вот он загорится тут вся расплавится так он пенопласт и он и вот это дсп загорится хорошо без пенопласта без всякой доски загорятся если нормально тут нагреть сам что-то как-то ну я не знаю огнем разжечь тут все загорится как бы так то вообще не обязательно прямо за пенопласт как бы там добавлять он по идее пенопласт он же плохо горит он как такой плавится начинает таки стекать такой как это сопли такие как бы его это ну как бы он исчезает как плавится и него нету поедем просто как расплавится может там и полости будет внутри но от нагрева я имею ввиду потом со временем время что-то целый день проковырялся толком ничего не делал и уже блин время ночь темно ну рано уже начинает темнеть а получается еще еще не сказал то обшил стенки вот dvp получается я уже какой 13 деньги это делаю получается лист где-то 400 с чем-то там рублей 4 листа купил ту стенку-то подстрогал нам сейчас ровненько так но как бы не сильно не торчит ну как видно что она вот она кривая идет стенка так вот потом чё еще чё еще пол сделал вот это железо то со старого дома у братьевника который дом горел с него вот это железо оно такое но на оцинкованное тоже было просто отгорелой как бы такое получилось такое черненькая немножко ржавенькая так вот по выбирал которая хорошая более-менее да ничего пойдет тут как бы ну часто сухо будет все равно нашли на улице красить его не надо ничего зачем она пусть так и будет прям все равно кочегарка грязно будет зала там все такое дрова тут валяться будет нормально кусками получается вот у меня кусок 1 2 кусок вот большой вот они такие 20 метров на 2 получается и тут добавил вот тут полоску добавим и здесь маленькими еще получается вот тут кусок и тут и тут края загибался как бы так вот погибал их так вот сантиметр 23 так примерно плюс минус там вот здесь автомала не получилось немножко так мало загнул попадет она как бы загнулась все равно как будто затекать не будет воды нальется полная кочегарка тогда так так нормально тут саморезы саморезы такие ведь как они оцинкованные но и потом заржавеют конечно все такой видок получился котел не знает как можно еще прикручивать тоже по идее на нем есть эти такие отверстия там специально что прикручено они снизу там это сделано изнутри снизу там получается надо его котел поставить ну все точно вот как бы его на место поставить все точно где он стоять будет потом дырки вот эти там наметить маркером допустим где и потом убрать его котел просверлить отверстие на болты прикрутить по идее лучше прикрутить чтобы он это туда-сюда не телепался не болтался мало ли сдвинется туда-сюда немножко и потом двигаться если будет что-то немножко там и труба то будет тоже туда-сюда вот там играть чтобы это но жестко чтобы труба стояла труба получается труба будет вот метр до идет и еще два метра я сделал купил вот внутри метра высота будет там по инструкции права конечно 6 метров они там 67 метров надо это не знаю что за такая высота куда-то такая высота такой диаметр 150 такая это ну толщина считать и 6 метров там куда-то там тяга такая будет это вообще зловещая так сказать мощная тут по идее столько не надо ну посмотрим видно по идее чему можно добавить потом если мало не хватит но я у кого-то видел тут думаю есть у паренька там у него все гараж и вот чуть-чуть из гаража торчит немножко и все нормально все топится там насколько у нее там метра три тоже высота от силы там тяга такую прям громадную не надо прям чтобы там гудело вот так вот она даже вот такую трубу поставь вот одну метр я нам уже будет тяга а свет еще правил живоз выключатель там коробка коробку сделал сюда провел так и выключить это лампочку сюда мы еще думал куда лампочку вешать сюда думали куда вот ее как-то на стенку одну сюда что сделать или как бы там на стену как-то не очень надо чтоб как-то но по центру а провод коротковатый что-то был немножко сюда не хватило по идее можно было сюда прям сделать но опять сюда сделаешь только тёка бы нули дверки открывать будешь и свет как бы сюда по идее на что туда внутрь посвятила немножко чтоб там вы видно было что-то внутри и ящик данного сделать по идее еще две лампочки на вот сюда одну допустим и одну туда куда-нибудь там опять это будет трубы тут идти тут тоже на лампочку выпадет это можно сюда сделать принципе если человек потом можно сделать прямо от лампочки это еще кинуть оба провод дальше он туда и там еще сверху прям делать да и все по деньгам тут читал вот сколько купил всего ну котел вот эти все там краны вчера ездил трубы купил еще по мелочевке всякую ерунду и получается это по деньгам уже где-то 130 тысяч примерно вот ушло вроде вот были ничего не покупал вроде вот котел 40 самое дорогое 30 тысяч это радиаторы вроде бы остальное вот краны какие-то вот всякая херня вот такая кранники херня вот краны много тоже получилось на каждый радиатор же ну краны сделаю чтобы это нормально все было это не считая работы еще сколько я считаю это все делаю сам если бы кого-то звали еще получается а еще не все рассказал что не 130 уже больше будет я еще заказал трехходовый клапан с сервоприводом будет у меня стоять ну так решил думаю вот самый лучший вариант который сервоприводом ну что там проход хороший думаю лучше его взять а если так просто делать без тройного этого трехходового клапана как-то ну все равно что-то не том никак что-то не нравится не но опять говорят когда топят ну вот допустим температура 60 градусов держится в котле то нормально как бы 60 70 так вот то нормально это ну не конденсата ничего нету а когда вот уже на маленькой температуре там 60-50 градусов там но ниже 60 тогда начинает конденсироваться уже это вот начинает конденсат течь сюда а уже будет сюда течь труба ты тем более вот так ну как трубы если какой-то конденсат будет он в котел будет попадать но он не с трубы конденсат идет он там внутри с рубашки там как вода холодная на стенках конденсируется и он сюда вот все утекает он еще чуть тут через две верхнюю дверку протекать начинать через нижнюю туда везде и сюда будет все течь это как бы уже это но я знаю эту систему это проверено так сказать но и видео вон полно в интернете там показывают рассказывают как клапана вот эти миллион видео пересмотрел уже весь youtube как че вот эти проходовые эти клапана там эти есть клапана термо клапана есть такие трехходовые но они у них это проходное сечение очень маленькая там что-то вообще там ерунда вообще и они постоянно заклинивают их там он видео полно разбирают там чистят что-то там я не заедают ну как через какое-то время начинают заедать попадает грязь видимо за счет такое и все они заклинивают не работают на валды если кое-что заказала что-то на зоне там сейчас должны прийти уже скоро через пару дней и там проходное сечение большое он там как ну такой клапан блин дюймового хватит тем более на трубы тут будет 32 идти но отсюда с котла выход вход вот гофрированная вот она 25 труба ну внутренняя она получается как 32 даже больше будет на кочегарку сколько ушло по деньгам если посчитать буквально короче бесплатно можно сказать сделал но не считая труда вообще короче тут все у меня это материалы почти что все которые были дома все свое железо вот было доски тут которые были там какие-то брус доски я там с этого с утилизации привез рамы вот старые стоят две штуки пенопласт тоже был там у брательника нам еще его полно кусками там он остался еще с прошлого раза видеть но он что-то делал там дом когда строил за эти двп это его и дсп вот это вот он тоже он бесплатно еще зеркало бесплатно выкинуть можно было кто-то бы уже давно уж выкинулся дверь что я тоже была ну все короче вот двп только покупал получается 400 по 400 но 2000 почти и саморезы саморезов до хрена вообще ушло полторы две тысячи на саморезы только ушло а и пена на пену много ушло 5 бутылок истратил вот такая пена сейчас покажу вот читан пена самая такая не самая не знаю четкая пена вообще не дорогая 400 чем-то рублей стоит бутылка но я не знаю она быстро засыхает вообще махом эта пена допустим вот окно я делал проходит там буквально ну блин полчаса даже может плюс-минус там и все уже можно срезать и обрезать уже все засохшие сверху ну внутри может это еще не полностью высох высыхает а сверху уже засохшая полчаса максимум когда ремонт дома делал еще такие такую тоже пену типа ну типа наподобие тоже титан валика это было вот обрал блин она вообще надолго баллон хватил там пенишь 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 он не кончается а как-то до этого покупал куда дешевую думал куплю там за 300 рублей куда за 200 там блин купил чё-то раз пшик-пшик все нету пены как так думаю а потом то в магазине пришел короче дешевую пену берешь так по весу просто был так вот раз он потряс там там ну там нихрена нету на легкая такая легкий баллон и вот эту берешь которая дорогая пена ее берешь она там чувствуется там тяжелая 2 раза тяжелее чем эта дешевая тоже это но обманываются вроде бы она дешевая кажется вроде о хорошо баба он такой же большой а внутри то ничего нет а из пистолетом лучше всего конечно без пистолета вообще это который вот есть без этими трубочка там такая шляпа вообще неудобно как-то шома пенил шамиль то вот это шантесу канал что-то он пропал где-то не видно все его спрашивают постоянно автобус у него там или что у него там было автобус вроде да он как под жилой такое это дело ну простым вот этим без пистолета там пенил что-то там так половина пены вылазит все на улице торчит так вот баллон это в два раза быстрее уходит а потом здесь толку она сверху торчит срезаешь и пистолетом то аккуратно можно тихонечко так аккуратненько жижи запениваешь там как бы аккуратненько лишнего как бы не пенишь и его не торчит ничего ну там где-то немножко выйдет раз подрезал и все ну вот и пенил вот она вот за подвесок считаю вот тут чуть-чуть подрезал здесь чуть-чуть подрезал тут немножко где-то вот-вот тут тоже за подвесок тут поедим и как-то чем-то закрыть его какую-то надо эту уголок какой-то для чего-то деревянный и вот здесь тоже так на всякий случай по идее но печка тут рядом будет как бы ну фиг знает и короче получается вот что вот эту кочегарку построил по деньгам вышла вообще фигня ну грубо вот пена две с половиной саморезы пускай там полторы три четыре да чё еще двп 2000 где-то 6000 6000 чё еще блин все наверное 6000 короче ушло на кочегарку наверх железо тоже не стал покупать там вот такое же сделал вот это такое железо потом покрасим его просто сверху этой серебрянкой нормально будет я там уже подогнал все как раз он хватает как вот этот лист такой как раз только-только по длине хватает а по ширине чуть-чуть там еще добавил другого листа отрезал но опять если бы не сам делал допустим кого-то звать блин так то бы конечно это тут только за работу вот сколько читать 13 день сегодня я делаю и при этом скорее всего никто бы не стал это ну вот так вот из всякой шляпы вот это делать сказали бы да что не вези там что-то новое все новые рамы там новые окна пластиковые там что-то еще пенопласт новый такой большой чтобы я тут делал такие небольшие куски были такие нормальные принципе такие какие-то большие какие-то маленькие были всякие кусками так делал вставлял более не знаю сегодня буду делать не буду начать что-то поговыряю еще вырежу полоски железные такие пока там туда-сюда что-то емкость если ставить по идее можно конечно вот эту вот прям этот угол такую здорового до потолка прям сделать опять как ее засовывать сюда ну в двери допустим шириной с дверью такую делать чтобы зашла туда-сюда сны или там здесь варите две бочки такие да друг на друга 200 литров и так вот и будет 400 литров уже ну пока ничего не буду нафиг емкости эти посмотрим ну говорят так нормально все топится вот я вот и видео смотрел вот эти котлы вообще хвалят кто-то в комментариях писали типа двери будут промерзать да что такое да похеру пускай промерзает не дома же дверь пофиг дым в любом случае будет жарко тепло даже ну как я не знаю как будет ну скорее всего жарко будет я так думаю если вот такую трубу тем более оставить она только одна труба вот это будет сколько жары давать тепла плюс сам котел плюс трубы вот это все это арматура от это все будет тепло и давать тоже стены утеплены все утеплен на потолок вон какая толщина и тем более дверь такая дырявая вся и как раз будет типа и вентиляция это будет так то везде плотно сделала потому что двери вот закрываешь на как вакуум такой создается так как ну как туго тогда закрывается часто это вон эту дырку то выпилил сейчас не так ну и тут где труба проходить там отверстия какие-то будут все равно будет неплотно там будет воздух заходить короче это нормально вот рама тоже она что же не идеально там тоже щели какие-то стеклах есть с улицы будет свежий воздух заходить и в котел выходите тут не будет как бы испарение каких-то конденсатов сто процентов на дверях но я думаю не должно и еще кто-то писали в комментариях типа на сверху здесь дырку сделать чтоб это вентиляцию типа дым будет там или чё я блин фиг знает ну вон дверь открыл да и все еще даже хоть зимой пофиг чё дверь отсюда пять минут подержала но все проветилась учу коморка такая 2 на 2 чё тут проветилась все закрыл обратно все нету дыма а не показал еще сколько толщина получается потолка сейчас будет 13 сантиметров охренеть даже больше вот таким ладно что-то делаю дальше и смотрим продолжение так ну что обшил железом здесь таким макаром просто полоски железа такие полностью не закрываю так ну чтобы как бы оставляя вот здесь немножко доски чтобы потом на степлер или как-то не знаю асбис приделывать или как-то на гвоздики маленький смысл такой ладно сегодня уже все время он уже темнота фонарик чутненько работает вот эта резинка только отрывает поотрывалась надо будет это какой-то суперклей или чем-то заклеить но не так это так и есть шляпа китайская ладно что-то делаю дальше завтра еще покажу этот узел так сказать разделочный разделку потолочную и как правильно это сделаю там крышу чё железо постелю прикрутил его там чё там 5 секунд прикручивается и потом покрасить надо будет еще и окрасить не буду там пацаны покрасить и все можно будет уже делать котел на место ставить и делать начинать уже эти вот эти трубы краны сначала здесь все начинаю насос там то еще вот это все гофры вот эти вот все подсоединяйте сверху тут эти вот вести и потом просверливаю сверху одну дырочку он там ну снизу там ну все это вымерять там где каком минуту сверху то без разницы вот здесь ниже там вдоль стены как примерно чтоб там нормально было так ну что следующий день уже вот азбист но это что осталось он такой большой резьбу так вот сейчас такой видок думаю что делать вот сюда что ли еще так как бы полосочки такие сделать вот такой полосочки тоже азбиста коз по всему периметру и с той стороны сверху и потом железом обшить еще а потом сверху здесь уже вот такой большой лист сделаю уже с отверстия из а сверху тот вот но лист который железо там чахну конверсами вот тут видок такой сверху получается железо лежит здесь кусок вот маленький с края который получается вот этот лист вот здесь будет этот маленький он там с краю будет пытался степлером ни хрена не пробивает ну как пробивает но не хватает длины не держится там бы мучу нафиг на гвозди он забил здесь это железо она была как бы ну вот так же типа загнута как-то такой высокий буртик короче был его разогнул и маленький буртик такого сделал небольшой тихо так примерно чтобы но железо-то на вот такое по желобок такой вот идет и вот сюда будет желобок сюда так наложится и потом как бы на саморезы прикручусь и прижмется но чтоб туда вода не затекала внутрь тут круг будет а вот этот вырезан и здесь еще такой можно квадрат сделать как бы железо тоже или круг просто такое железо дополнительно как получается один контур будет и второй как бы разделить таким экраном дополнительным еще а сюда стекловату или что-то не знаю на свою песок то точно не буду сыпать в комментариях типа песок надо камни там насыпать я не знаю он же тяжелый тут и нафиг он высыпаться будет этот хорошо как он керамзит нет у меня его нигде посмотрим сейчас дальше видно вот сделаю час так ну чё продолжаю делать дальше вот такой получился видок вот так обшил железом еще это примерно 13 13 с половиной сантиметров выходит и вот так ровно как бы заподлицо чуть-чуть выше даже немножко местами получилось а вот немножко повыше чем здесь чуть-чуть так немножко не одинаково но плюс минус там хотя бы сначала вот так сделать туда загнуть и вот это сюда сразу же так вот такими листами что-то отказался от этой затеи потому что так неудобно надо будет так вот загибать сам подгонять часа так потом вставлять ее сюда здесь по углам щели останутся уже как бы не так но нежелательно чтобы потом это мало ли тут там же стык идет асбиц тоже там не плотно может где-то местами вот здесь какие-то щели получаются и детали с но вот этот короб когда будет теплый воздух мало ли горячего попадать будет и короче решил сделать так полностью по периметру так обшил и сейчас что тут хочу просто полоски вырезать асбицкой вот такие сантиметров пять там сколько то может так вот сделать по контуру так и сверху также выложить просто наживите их тут немножко чтобы держались и потом сверху сюда уже из железа и там сверху тоже железо будет и все как бы это но ничего лишнего чтоб не городить просто асбиц будет вот так и к нему плотно железо будет и все четко к зачем тут получается так лист железо загибать на потом еще железо такое двойное какое-то так четко получилось вообще получается там железо внутри я сделал там асбиц потом еще железо думаю нормально будет конечно можно было даже еще есть эти такие плиты как они цсп или как они там цементно-стружечная что ли плита лика но не горючая такая серый тут вон на чердаке у брата у него валялись там куски кит можно было кусками так вот вырезать но вот так кусок сделать допустим но его на вырезать на это как сложнее не как железо на болгарки это резать потом на сверли дырки отверстия чтобы прикручивать и можно было вот им этой цсп так просто куски вырезать сюда так прикрутить просто но без всякого железа без асбиста зато туда пришлось будут при по идее по времени примерно также бы ушло как вот делал это железо асбиц такое как вариант короче а вот трубу принес купил которую погнутая труба продавщица это сказал какие мне надо надо давай искала искала ну типа должны быть потом разгарит не нету и а вторая труба такая же только мне это толщина вот этой внутренняя труба на потоньше 05 это 08 я говорю ну ладно чем не буду искать уже ездить где-то там на березни китла мне бы пришлось ехать специально и короче ну давайте скидку сделаете мне я ее это заберу такую внутрь ну какая посмотрели сначала посмотрел такая насильно гнутая не сильно вот так нормально тут я вам пытался молотком так подгибал что-то думаю можешь выпрямиться нефига надо как изнутри но по 5 по идее бою разобрать сначала опять как и разберешь что-то на вот тугую что-то вот как бы с отрисовано там кто у старого хозяина которая была она вам видно на клею было термоклей мы нет клей он есть тоже можно наклеить тоже посадить принципе к чертой однице ладно что-то делаю вот этот квадрат оцинковки его прикрутил сюда сначала так болтами ну примерно так наметил какое место я буду ставить прикрутил по углам потом сверху так наметил квадрат потом могут идут отверстие так сказать маркер разметил и по центру вымерил центр примерно так посередине пацана циркуль взял циркульно прохерачил как по трубе примерно а между прочим труба вот с этой стороны на 210 да вот этот выступ уже чуть больше даже может будет примерно чуть-чуть там а вот тут с этой стороны еще больше это потому что мама и сюда вставляется вот этот конец допустим вот эта страна вот в такую же на другой трубе втыкается и там шире немножко там где-то 210 215 где-то примерно получается диаметр больше не сверху вниз опускать а вверх туда засунуть а потом сюда одеть уже получается как-то так если той стороны то она не залезет уже иногда больше диаметр делать тут уже не будет подходить как бы тоже и получается сейчас эту урубаю сюда прикручиваю все и сразу но от без делаю на место ставлю и тут все и потом уже с той стороны буду сверху там короб вот такой да там стенка короба а это еще вот здесь там дело второе такое ну так полностью по кругу а смысл чем допустим вот труба да стоит она нагреваться начинает тепло начинает передаваться ну допустим вот так она сделана простой короб такой одинарный труба нагревается вот здесь сильно очень стекловато стекловато она сынок тепло пропускает она как пористая ну как в ней воздух проходит и получается допустим вот тут нагрев трубы будет да она будет до красного тут нагрелась к примеру это тепло ну как нагревается воздух вот это и он по вате так начинает туда это проходить дальше но распространяться по всему контуру вот здесь тепло и тут становится жарко вот тепло горячий воздух он как бы ну он же везде гуляет обороты передвигается воды в этой стекловато она такая не сильно плотно и на специальную куда стекловато типа как ну какую-то что плотная плотного вот как в трубе вот такая вот это плотная она хорошая вот или ты типа такую на какую-то или там что-то я не знаю чем другое ну керамзит тот же допустим насыпать если он как бы тоже как бы но установки какие-то расстояния есть между керамзитом между вот стекловать и в этой все равно как бы тепло распространяется жар идет сюда проходит потихонечку и нагревает эту стенку начинает как бы нагревать вот здесь если тут еще тем более нету ничего допустим тут сразу деревяшка и сразу же вот это дерево начинает нагреваться и ну может загореться воспламениться потом а так даже железо если по краю обито тем более с азбистом она уже как бы тут ну нагрев какой-то будет идти но он как бы пока она прогреется пока это таз без насквозь допустим прогреется так вот до большой температуры это насколько времени во первых во вторых как бы это сну тепла сколько надо это на тут я не знаю такой до красна чтоб тут раскалилась такие тут чтоб передалось потом тепло сюда а если сделать вот так вот второй контур еще то тепло до сюда будет доходить только он здесь как бы зацикливается и в этом месте нагревает пока не нагреет эту стенку но вот эту железку потом эта железка нагревается она передавать начинает тепло туда постепенно тут начинает нагреваться потом уже там дальше пошло вот как бы ну короче типа как экран отражающий допустим на машинах на технике вот бывает на выхлопных трубах там на глушителях ставят такие еще как дополнительные такие железные как экраны тоже вот тут вот на ниве есть там экран там стоял я убирал его на стартер там где вот где труба выхлопная идет это дофига вон на логане есть такое где бак там идет там тоже такой алюминиевый такой как экран на suzuki там тут на коллекторе выхлопном глушительство выхлопная труба там тоже такой экран идет алюминиевый такой тоненький типа тепловое излучение же еще и допустим тут нагревается излучение это идет она нагревает эту стенку даже но без воздуха может нагревать на расстоянии там на ком-то на ком расстоянии а когда экран вот такой допустим отражающий ставишь нагревает вот этот экран и тепло отражается назад сюда и тут нагревается допустим тут уже намного меньше будет ну в разы там несколько раз меньше здесь уже будет на графике дальше за этим экраном такой смысл короче ладно рублю сейчас убила на про тупое уже стало не обязательно чтобы она острая было но все равно прорубает это вот такая круглая штуковина наковальня типа сначала хотел так вырубить ну так прорубить как бы ножницами просто как раз точно все я прикручу на место туда и посмотрим там так ну что вот такой получился видок асбистом херачил отбил отбил гвоздями просто прихватила чтобы держался и здесь как бы сделал чуть-чуть ну сюда выпустил в нахлестку чтобы хорошо вот это железо там где-то щели может какие-то за счет чтобы все закрыла все плотного все сейчас прикручиваю железо так ну шо вот такой видок получился вот здесь не знаю значит это не очень прикрутилась получается там асбист выступает железо прикручиваешь края кого так подгибается он как-то как-то железо ну так вот тут прижалась допустим а вот здесь как-то не очень так вот ведь сверху получился такой вот тут неплотно когда прилегает либо конечно так прижать чтобы разбить чтобы там все плотненько был но чтоб не было туда захода для горячего воздуха тут тоже в общем то почти что можно сказать доделал осталось мне железо только постелить разметить вырезать и все и готов ну заложить еще на вас конечно вот такой получился видок здесь тоже асбистом выложил так вот полосками таки на гвозди прибил просто я его толстым слоем не делал как бы но т.с. асбист я пополам как расслоил ножиком разрезается как бы такой потоньше сделал чтобы он сильно не выступала как вот будешь выступать вот здесь как бы и на гвоздики так прихватился по кругу тоже выступил немножко сюда как бы так вот здесь это здесь вот он асбист плотненько все прижался там саморезами все поджал тут по контуру так все крутил его жестко все но немножко так играет какие-то еще усилители так чтобы это не играла на принципе куда денется тут все плотно будет еще вот эту и вот эта штуковина так-то дополнительный как бы экран еще так ну по уровню примерно там разметил туда заклепки закрепал из двух половинок таких сделал такой получился видок все сейчас тут как бы допустим здесь даже жара какая-то будет горячий воздух скопится и сюда уже он не перейдет дальше здесь еще асбист стенки железные там с асбистом как бы это сюда вот тоже на крышу чтоб не заходило тут сейчас вот железо когда буду делать но и сюда на саморезами как бы так вот прижму шубка с бистом железо прижалась и будет четенько с такой разделкой тут по идее даже просто трубу обычную поставить без утеплителя без кочегарить туда красная она ничего тут не будет сто процентов не загорится вот это что сделал это с запасом еще я не знаю с каким с превышением там в два раза в три наверно по это но по безопасности так сказать даже без этого экрана так сказать вот так вот просто сделать ничего не будет но с ним то тем более сегодня не знаю успею не успею делать еще уже вечер целый день проковырялся вот с этой штукой целый день вот этот асбист режешь тут прибиваешь вроде кажется херня какая-то блин столько времени но опять безопасность лучше сделать нормально один раз и потом уже это не боятся что там что-то загорится решет такое последний штрих так сказать вырезаю железо там сверху сначала это железо там на крышу положил и с этой стороны как бы снизу тут разметил размечал как взял рулетку так и подлиннее так делал как против она как уровень получилась она висит как бы за и точно показывает расстояние вот так вот но вот пока от края этого этого нижнего железа и до туда до верхнего и там маркером замечался аккуратно раз и подведу потом с этой стороны подведут от аккуратно ну как получается типа как по уровню выходит и аккуратненько такой с четырех сторон заметим занес по меткам вымерил центр его пробил немножко гвоздиком чтобы такая вмятинка была и циркулем потом так прочертил прочертил как бы с запасом ну поменьше чуть-чуть диаметр сделал чтобы на юбку вот на эту вот час но многие знают наверное про это может не все конечно знают что можно вот так юбку делать вот юбочка получилось уже у меня железо ровно уже было по идее и как делается допустим вырезаешь немножко делаешь диаметр меньше чересчур маленький какой-то диаметр сделал 190 сделал блин счет она бывает а где-то до 200 хватило бы нормально ну это что вода не затекала и делается это как на пути на лизе нас вот ну делаю 190 допустим до размер потом беру вот такую болваночку ну может чуть другое не знаю чуть тяжеленькая такое и круглое что было и потом так стукаешь просто я вот покажу еще добавляю дальше делаю расширяю вот такой смысл короче и так как это называется правильно не знаю жестяные работы как бы развальцовываешь так вот там я не знаю сколько можно дальше дальше еще развальцевать ну вот уже нормально это был высота мне уже принципе что-то и не надо даже что-то лишнего я сделал и 210 на 1 примерно сделать и можно будет туда и на крышу ставить и ставить трубу уже стекловато за как-то называется это типа какая-то специально для вот этих вот до печей типа базальтовая к это что ли она наверно коричневым таким цветом но два контура один получается 1 и 2 по идее можно было сюда еще тоже железное такое кольцо сделать чтоб стекловато это не осыпалось там ну все кочегарка готова наконец-то четенько все труба блестит на солнышке как зеркало зеркальное можно мне смотреться в зеркало какая-то блестящая глава нержавейка 430 нержавейка вон как блестит ну правда я оставил когда немножко поцарапал тут об крышу об железо зонтик правда не знаю по идее но потом обрезать можно смешаться будет говорят с ними хреново зонтиками сетей а там как финишная такая вот эта сверху штуковина все равно ее покупать на сэндвич сверху закрывает как бы так и так высота примерно 3 метра ну чуть меньше от труб коробки сейчас сожгем их будет первый дымок первый дымок пустить на все равно так хотя бы бумаги накидать немножко картона кого-то поджечь хоть как она тяга будет нет может тяги то не будет придется еще покупать метра два три такую херню делать что сказали выше коника чтобы коник это короче ну метр мало будет точно где-то надо будет пару метров еще высотой тогда будет выше коника тут получается растяжки еще на будет делать крепить и чтобы она не упала чтоб не болталась на себя короче мама не горюй так 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 опять скажут реклама реклама опять рекламу делаешь вот пишут надежные люди честная работа рекомендуем то в чем уверены вот одна труба 430 нержавейка 05 а это вот 08 430 08 это самая дешевая нержавейка в 08 стоит 3 с чем-то 3 500 где так 3 400 а вот такие 0 5 которая труба она дешевле на 2 с чем-то а есть там еще какие-то не другие трубы няня нержавейка друга есть 310 нержавейка 316 306 потом еще какие-то вроде 306 самая дорогая там тысяч 67 вот так где-то на труба стоит ну примерно так я там на сайте вот смотрел какие цены опять гарантии отчетом то ли 15 лет или 20 сколько-то короче пожизненная хватит на всю жизнь но вот такая тоже ну лет десять нера простое ты думаю все равно магнитами тык тык она магнитится я проверял а вот которая хорошая лежа рейка она не магнитится так ладно что тут котел все на месте стоит все четенько дверки прикрутил тут ну-ка сейчас посмотрим как она тут будет нормально так вот опять вот смотрите прикол покажу ручки пластмассовые как типа капрон какой-то даже это не текстолит ничего он как типом такой мягкий он видно это покоцанная такая как типа наподобие капрона не сплавились же ничего иначе тут как-то дверка сильно не нагревается видимо даже вот так на ничего не будет низ тут почистил я уже дверка такая главное колосники колосники такие простые как в обычных печках вот это обрезанный такой кусок и там два целых еще и больших потом надо раз поменял их пять секунд меняется если прогорят вставляется типа как он отсекатель типа чтобы ну чтобы дверка видать не нагревалась сильно речь а тут шнур главный такой специальный какой-то шнура я видел он продается это как базальтовый шнур типа центровал как трубу засунул сначала туда вот эту сэндвич наверх потом котел что пододвинул опустил кому вот ну вот в эту трубу чтобы она кабула все поставил место и потом уровень и потом уровень сюда прикладывал так котел двигал туда-сюда и чтоб он как бы по центру примерно вот ну по уровню как бы стояла все ровненько все труба нижняя там так туда-сюда крутил вертел кажется как вроде не ровно как-то немножко ну по уровню вроде ровно по окну смотришь как клево потом наверх залез в верхнюю эту трубу там ее тоже выравнивал там железо не прикручено было верхнее это и она железо двигает сюда-сюда так примерно прикинул так потом железо наживил чтобы она не двигалась потом трубу обратно вытащила эту верхнюю котел отодвинул а сначала заметил как он стоит маркером прочертил где он стоял вместо это и это отодвинул его в сторону просверлил отверстия дрелью потом обратно поставил все опять на место в трубу все четенько как он стоял тоже положение и болты закрутил он был тычек это бывший хозяин котла отдал тут это залу видать собирать такая самодельная какая-то хрень надо было хотя бы закрепать заклепочником так тут же зольного ящика нету тут как бы надо так выгребать лотной этой кочережкой вот так как бы подставляет пойдем такую на широкую специальная кочережка такая есть и по идее рекомендуется там на герметик все замазать ну вот стык все стыки труб потом опять его разбирать что-то надо будет и хрен разберешь мало ли что-то вдруг не знаю что-то придется может перейдем может сюда сэндвич тоже вставлять придется не знаю еще но он тоже остывать же будет труба по идее вдруг зимой замерзать будет там сверху но опять не должна мне кажется котел мощный здоровый он все гореть будет сильно получается делал 15 дней вот сегодняшним днем сегодня уже начну мудрить краны вот эти все насосы делать какие-то тут ставить эти трубки вот гофра и когда-то пить буду потом здесь на трогать будет смотреть как греться будет не будет если будет потом железо недолго тут прихерачить там он сзади тоже тут на стенку не знаю еще чтоб водой не обливать но в это мало ли где-то протечки какие-то будут по идее эту стенку хотя бы такой кусок небольшой железо сделать хотя бы где нижние вот эти вот сделал это подсказала вчера еще дело позавчера ли позавчера тут было деревянные доски просто они все вон подгнивали уже на было давно сделать на той стороне я там уже давно сделал себя за а тут у отца что-то все руки не доходил вот начать серебрянки покрасить и четенько будете так и вот здесь видок сейчас и посмотрим вот тут такой видок здесь по периметру прокрутила где асбиста идет но тут немножко чуть-то не нормально принципе плотно ну что прижалась тут периметр вот здесь вот да правда трещинка мне кажется она как получается высоко она будет так обтекать сюда тут очень на это щель пофиг чуть-чуть немножко судут упирается сюда упор я труба жестко стоит нет не трещется вообще можно это себя смотреть как зеркало тут правом поцарапал горях да и фиг снять и короче проблемка тоже 1 вот щели вот она все не закрыта ничего тоже как-то вот как так делали тоже дом отец делался по идее вот на доской все закрыть здесь все это ну потому что угли всякая фигня вот это будет слететь за это искры где-то сюда попадет куда-то вот или по идее вообще вот здесь железом и обшить на вот эту сторону тут вот сколько-то хотя бы и тут тем более вот она будет залетать какие-то искры что такое вот как-то что-то мне очково мне кажется надо закрыть все это вон там тоже вот до верха все полностью но ветер будет допустим вот отсюда сюда вот так быть на дом прямо и хрен его знает тут вот тоже какие-то вон щели там дырки он здесь вот да вот я попадет ладно все дальше пойдем пустим первый дымок проверим тягу посмотрим что будет как бумагу курю сжечь немного ничего не будет котел думал не расплавится что сейчас тяга будет не будет вообще фиг знает хераки не горит ни хера уже мне кажется тяга пошла он дым туда сразу уходит даже это сюда не уходит ничего пока посмотрим что-то вообще дыма не видать разбирается вот он тебя какая офигеть офигеть тяга тяги не будет да ну нафиг не будет ни хера сетя какая мощная вот это да ну качал закрываем закрываешь все не горит как это ну воздух это нету это поддувало это закрыто посмотрим как она поддувало дым ничего сего здесь уже встал ты туда уничтожить и дым где вот закрываю тяги нету он слышите растяга все пропадает закрывает не дыма не видать вообще как будто бы ничего нету ну как это бумага чё на сухая это посмотрим тут дым будет но он идет тут дымок то немножко она раз затухает главное подумала закрываешь раз все тухнет опа ничего себе дымокурка но на труба еще не прогрелась он горит чётенько не вот когда вон тяга к офигенно а он дым идет немножко чуть-чуть такой небольшой чуть-чуть так идет ну-ка что-то хоть нагрелась вот труба горячая стала ничуть и как горячая вот это давно ладно чё тогда на этом закончу это видео все получилось чётенько отец тут смотрел ходил как я тут делаю он двойной ты как хорошо как делаешь ой как хорошо делаешь как квартиру тут сделал как вот это как комната можно комнату сделать здесь жить хорошо если хорошо все делать можно ремонтами вообще заниматься ладно тогда на этом закончу это видео всем пока и до новых встреч